Филипп, по прогнозам букмекеров до первого полуфинала, песня «Скрим» попадала в тройку лидеров, была на втором месте. После первого полуфинала песня выбилась из тройки и попала на четвертое место, опять же, по прогнозам букмекеров. Но сколько они ошибаются? Кто же это знает? Мы это узнаем уже в субботу 18 числа. Я не пророк и не Иванга, чтобы отвечать на такие вопросы, почему было второе, почему четвертое. Мы и первыми были, и третьими. Не менялось все. Верить букмекерам – это, ну, что-то у них иногда совпадает, что-то не совпадает. Но в основном, конечно, прогнозировать очень сложно. Все это достаточно зыбко. Мы не можем быть уверенными, как произойдет пассианс музыкальный. Но то, что постоянно фавориты меняются, говорит о том, что возможно все. Я помню, что певица из Кипра в прошлом году была на двадцать шестом месте, а в результате попала на второе. Понимаете? Поэтому сколько было раз фавориток, которые оказывались на восемнадцатом месте. Когда мы с Аней Лорак были, фаворитка Шарлотта Паррелли из Швеции, боролась за первые три места, а в результате попала на восемнадцатое. Поэтому я здесь вам не советчик и не комментатор. У вас, как у артиста, который тоже проходил Евровидение, за время репетиций были ли какие-то замечания к Сереже или все очень хорошо и отработано изначально? Все замечания остались в Москве уже, потому что все, что можно было прокомментировать, все уже прокомментировано и сделано, почищено и сюда Сергей приехал абсолютно подготовленный на самом высоком уровне. Он профессиональный артист, он уже сам может советовать, кому хочешь, и на Евровидении, и не только. Он профессионал экстра-класса, и мое дело было написать песню, подготовить его номер и собрать ему команду лучших артистов, профессионалов, бэк-вокалистов, режиссеров-постановщиков, хореографов, художников, для того, чтобы он чувствовал себя достойно и представил достойную нашу Россию. Субтитры сделал DimaTorzok